Здравствуйте, я врач-индокриновок Павлова Ольга Михайловна. Часто пациенты задают вопрос, доктор, почему у меня болят и не имеют ноги при диабете? Боли в ногах, анемения, судороги, ощущения ползанья мурашек чаще всего возникают из-за диабетической полинейропатии, то есть поражения нервной системы вследствие высоких сахаров в крови при сахарном диабете, из-за чего развивается полинейропатия. Когда мы рассматриваем организм человека с сахарным диабетом, то основное звено патогенеза, то есть основной повреждающий фактор при сахарном диабете это высокий уровень сахара в крови. Что делают повышенные сахара? Если рассматривать кровеносный сосуд, то кровеносный сосуд изнутри выслан эндотелием, то есть мягкой нежной выстилкой. Когда уровень сахара в крови высокий, то повышенные сахара повреждают эндотелий. Идеальный сахар с точки зрения сосудов и нервов это сахар до 8. Сахара до 10 приемлемы. Сахара выше 10 начинают повреждать эндотелий и оболочки нервов. Из-за этого мы идем в сторону развития осложнений диабета. Именно из-за этого в большинстве консультативных листов доктор пишет цели сахара до 10. То есть сахара выше 10 это путь в сторону развития осложнений диабета. Сахара выше 12 это очень высокие сахара, которые нужно обязательно снижать. Сегодня мы разговариваем про диабетическую нейропатию. Какие формы бывают у диабетической нейропатии? Следующие формы. Диффузная нейропатия, дистальная, сенсорная, это с поражением чувствительных нервов. То есть когда у нас теряется чувствительность. И моторная, с поражением двигательной функции. Бывает также сенсомоторная форма, когда у нас и снижается чувствительность, и соответственно нарушаются двигательные функции. Также бывают автономные нейропатии, то есть поражение нервной системы внутренних органов. Бывают следующие виды. Это поражение нервной системы желудочно-кишечного тракта, в том числе гастропорез, нарушение перистальтики кишечники, то есть при диабете, при длительном стаже, вследствие полинеэропатии могут быть нарушения перистальтики кишечники, которые проявляются чередованием жидкого стула и запоров. Именно из-за полинеэропатии мы еще не рассматриваем какие-либо иные причины. Также сердечно-сосудистой системы, то есть кардиоваскулярная форма. Очень часто при длительном стаже сахарного диабета, вследствие автономной полинеэропатии, кардиоваскулярной формы возникают нарушения ритма, соответственно нарушается частота сердечных сокращений, нарушается контроль за артериальным давлением. Также автономная нейропатия может быть мочевого пузыря и половой системы. Чем это проявляется? В первую очередь у мужчин это проявляется эректильной дисфункцией, то есть снижением чувствительности и соответственно нарушением половой функции. И причем это может быть одним из первых проявлений полинеэропатии, поэтому мужчинам нужно обязательно средить за сахарами крови, так как половая функция может снизиться из-за высоких сахаров. Кроме того, может быть нарушение потоотделения, может быть нарушение распознавания гипогликемии, то есть низкого сахара крови, когда человек не чувствует гипо, просто постепенно теряет сознание и многие другие проблемы. Если говорить про фокальную нейропатию, такое тоже встречается. Фокальная нейропатия это когда выпадает функция какого-либо одного узкого сегмента центральной либо периферической нервной системы. Сегодня мы говорим про периферическую полинеэропатию, то есть про полинеэропатию в конечностях, чаще всего в нижних, как проявляется периферическая полинеэропатия. Во-первых, это анемендия и парастезия, то есть у нас немеют ноги, ощущение, что ползают мурашки, какие-то покалывания, то есть легкий дискомфорт. Кроме того, парастезии могут быть, то есть повышенная чувствительность, когда вроде легкое прикосновение к ноге окажется, что прямо больно. Могут быть боли, обычно это тупые тянущие боли в стопах и в голенях, которые усиливаются ночью. То есть сначала эти боли могут только ночью возникать. Боли и судороги в нижних конечностях. Постепенно боли и днем, и ночью, и судороги имеют свойство усиливаться. Кроме того, нарушение чувствительности, то есть мы не чувствуем холод и тепло. Чем это опасно? Это опасно тем, что когда в нижних конечностях у нас нет чувствительности. Мы, например, купили себе новые туфли и стерли, не почувствовали входные ворота для инфекции, риски развития диабет-стопы, то есть гангрены. Это очень серьезная тема. Нарушение рефлексов, то есть нейролог проверяет рефлексы и в поздних стадиях нарушение двигательной функции. То есть у нас уже пальчики не так хорошо работают, ну и в принципе походка меняется. То, что касается, когда возникает диабетическое поле нейропатии, то есть время возникновения. Учитывая, что многие пациенты в нашей стране к врачу ходят нерегулярно, сахар крови обследуют нерегулярно, то очень много пациентов с сахарным диабетом не знают о своем диагнозе. То есть, например, пациент задает анализы, там видит сахар 6, ну и думает, ну 6 ладно, 6 не 10 и живет дальше. А сахарным тощак может быть 6, а после еды доходить до 10-12. То есть уже начинается, соответственно, развитие осложнений диабета, в том числе поле нейропатии. И именно из-за этого часто сейчас, особенно у пожилых пациентов, диагноз диабет ставится. Сразу же в тот же год ставится диабетическое поле нейропатия. Почему? Потому что просто поздно поставлен диагноз диабета, поздняя диагностика. Поэтому, если вы видите, что у вас сахар 6, нужно сдать пойти гликированный гемоглобин, то есть средний сахар за 3 месяца. Сделать тест толерантности к глюкозе, сдать инсулин в крови и определиться. Либо это начинающийся диабет, либо это какой-то стрессовый сахар. То есть сахар, да, может иногда повышаться на стресс. Если у нас действительно начинается диабет, то сразу же он начинает диету, начинает терапию. То есть не ждать, когда мы придем к осложнениям. Поэтому диагноз поле нейропатии может ставиться как в первый год диабета, так и через много-много лет. Например, если ребенок с первым типом сахарного диабета с детства соблюдает диету, занимается спортом, удерживает сахара крови в норме, то у него диагноз поле нейропатии может быть через 20, через 30, через 40 лет после установления диагноза диабет. То есть сам диагноз диабет, он не говорит о том, что будет осложнение. Осложнения будут у тех пациентов, кто не следит за сахарами, не соблюдает диету, не принимает сахароснижающие препараты и не контролирует свое состояние. То есть осложнения диабета далеко не у всех пациентов возникают. Есть пациенты, даже возрастные, у которых нет ни одного осложнения диабета. Это просто те пациенты, которые правильно питаются, которые следят за собой, которые много двигаются. Так вот, вернемся к поле нейропатии. Когда у нас поле нейропатии уже возникло, то есть ноги болят, ночью судороги, чувствительность нарушена, что делать? Идти к неврологу, то есть занимается лечением поле нейропатии врач-невролог. Невролог проводит обследование, то есть проверяет степень снижения болевой, температурной, вибрационной, тактильной чувствительности. Проводится нейромеография, то есть исследование качества проведения импульса по нервам. Различные пробы проводятся. И на основании этого невролог уже пишет диагноз, то есть какая именно форма нейропатии. Ну и соответственно, насколько она опасная, то есть какая требуется терапия. По терапии очень часто назначаются препараты альфа-липоевой кислоты, то есть теоктоцит, актолипен, верлитион. Многим пациентам альфа-липоевая кислота назначается курсами 2 раза в год, то есть весной и осенью в среднем по 2 месяца в качестве профилактики поле нейропатии и ангиопатии. Ну то есть альфа-липоевая кислота это вещество, которое улучшает состояние сосудов и нервов, как при диабете, так и без диабета. Часто она и без диабета назначается. Естественно, назначает врач, потому что есть противопоказания. И второе, что часто применяется при поле нейропатии для профилактики ее, это витамины группы В. Многие пациенты, которые принимают препараты в группе метформина, сахарный диабет 2 типа, прекрасно знают эти препараты. Самые известные, самые качественные, сиофор, глюкофаж, глюкофаж лонг. Так вот, как мы знаем, при приеме группы препаратов метформина у нас в крови снижается уровень В12. Витамин В12 отвечает за работу нервной системы и центральной, и периферической. Поэтому пациентам с диабетом очень часто назначают 1-2 раза в год витамины группы В. Например, мельгаму, камбилипен, опять же назначает врач. Когда пациенты говорят, доктор, а мне надо или нет. Задаем кровь из вены, смотрим уровень В12, чаще всего он низкий при диабете, тогда назначаем. Да, бывают пациенты, у кого аномально высокий уровень В12. В таком случае, ни в коем случае мы их не применяем. Что еще применяется? Если сильные боли, то применяются обезболивающие, как местные анестетики, так и нестероидные противовоспалительные. В некоторых случаях невролог назначает антидепрессант. То есть спектр препаратов, он большой. Но все-таки назначение по полинейропатии делает невролог. И сейчас мы подходим к вопросам профилактики. Какие вопросы профилактики? А. Сахара крови в норме, идеально до 8, нормально до 10. То есть это естественно и сахара натощак, и сахара после еды до 10. Второе. Это регулярное обследование. То есть сахар крови, гликированный гемоглобин, состояние сердечно-насосудистой системы. Регулярное посещение невролога. То есть наши пациенты с диабетом, будь то первый тип, будь то второй тип диабета, один раз в год, минимум один раз в год, должны посещать следующих врачей. Эндокринолог, это понятно по терапии диабета. Невролог по нервной системе и офтальмолог, то есть три врача это обязательно. Ну и терапевт, это собственно основной врач, с которого все начинается. Что еще относится к профилактике? Массаж, физиотерапия и регулярная гимнастика. Поэтому то, что в ваших руках это питание, контроль сахаров крови, регулярная сдача анализов, самомассаж и регулярная гимнастика. Этим и нужно заниматься, хоть при компенсированном диабете, хоть при диабете осложнений. То есть состояние можно улучшить в любом случае, но наша, конечно же, цель это не довести до осложнений. Поэтому контролируйте свое состояние, регулярно посещайте врача, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и пишите, о чем интересно услышать в следующих видео. Всего доброго!